В Индию я впервые приехал, когда мне было за 20. Я хотел поймать рыбу под названием Максер, самого культового обитателя Ганга. Я думал, что это будет разовая поездка, а затем я найду стабильную работу. Но всё сложилось совсем не так. Прошло 35 лет, и теперь моя задача несколько изменилась. Я ищу ответ на вопрос, водятся ли ещё здесь эти рыбы. Максеры, как и прочие карповые, всеядны. Чтобы поймать этих карпов, я придумал всевозможные наживки. Проверяя их, я руководствовался тем, нравятся ли они мне. Это просеная мука, доведённая до пастообразного состояния, и затем отваренная. Прекрасная наживка. Она пресновата. Мы в стране ярких пряностей, а этот вкус очень мягкий. Он напоминает кашу или что-то в этом роде. Итак, наживка готова. Этот короткий отрезок реки разительно отличается от основной её части. Люди часто говорят о восстановительных свойствах воды. Так вот, вода. Она не только важна для нашего физического, биологического здоровья. Без неё невозможен и наш душевный покой. Чистая вода придаёт сил. Трудно поверить, что это та самая река, что протекает и через Канпур. Ниже по течению она во многих местах попросту мертва, и это неприемлемо. Вот, Ганг, каким он должен быть. Наступает вечер. Я уже начинаю задаваться вопросом, не останется ли Максер только моим полузабытым воспоминаниям. Да, клюёт. Клюёт. Вот, 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 вот он. Я вижу рыбу. Да, это хорошая, хорошая рыба. Есть. Ну-ка, посмотрим. Ух ты! В ней килограммов одиннадцать. Прямо как золотой слиток. И до чего же она красива. Это не просто рыба, это культовая рыба Ганга. Вот она, всего одна рыба, олицетворяющая здоровье этого участка реки. Это символ возможностей, символ надежды. Потрясающая рыба. Потрясающая рыба. Убили мне надежду на то, что время ещё есть.